Зовут меня Артем, я из города Железноводск, маленькая жемчужина Кавказа. В начале 2019 года один мой старый друг пригласил на чаепитие, такая внеплановая, неформальная встреча. Сказал, принеси вопросы, я подготовил порядка 12. И сел, скажем так, в конце круга. Пока до меня дошла очередь, все ответы я уже получил, у меня остался только один вопрос, я спросил мастер, я вот Сурьянамаскар начал делать, о вегетарианстве, подумал, что мне дальше делать, какие действия. Говорит, ничего не делай. Вот в этот вечер началась моя духовная практика. Так и познакомились. Это самый, наверное, в моей, во всяком случае, жизни, на моем опыте, это самый чистый проводник божественной энергии. Вот, ну и у меня к нему такое отношение, наверное, как у ребенка к отцу. Вот для меня это такой большой папа. Это, получается, третий ретрит, и было еще два семинара. Один раз я ездил сам, это было первое большое мероприятие, и второй раз ездил с супругой. Жизнь кардинально поменялась, поменялось все, от слова совсем. Привычки, образ мышления, вкус, уровень вкуса, окружение, профессия, уровень сознания, уровень дохода. Я могу долго перечислять. Ну, практически все. Сейчас вижу, как эти изменения отражаются на моих близких, самых близких потом, следующий круг и так далее. Если вкратце, ну, есть несколько целей. То есть первое, наверное, это глобальная цель. Каждый ретрит, особенно большой ретрит, это всегда выход на новый уровень. То есть ты вроде практикуешь, практикуешь, есть определенное затишье, иногда волны прогресса, они происходят в повседневной практике. Но ретрит – это всегда большой выброс. Во-первых, мастер Мрам, реализованный мастер, который своей энергией дает этот волшебный, как рецепентель. Во-вторых, группа, то есть когда практикует много людей, это всегда ощущается по-другому. Вторая цель, наверное, это семья. То есть я приехал с малышами, это их первый ретрит. И для супруги тоже первый большой. Уже я вижу изменения, даже на физическом плане. То есть у малого прошли сопли. Дочка тоже как-то более гармонично стала, начала вливаться в коллектив. Ну, все просто на самом деле. Воспитывайте себя, дети будут похожи на вас. Просто живу, просто стараюсь постоянно повышать уровень вкуса, стараюсь показывать правильный пример, практикую, правильно питаюсь, правильно держиваю, соблюдаю режим сна. И постоянно веду с ребенком диалог. С детьми надо дружить. Ну и, конечно, изучать эту тему. Постоянно, как говорится. И нет предела совершенства в воспитании малышей. Меня часто спрашивают, практикую я или нет. Ну, то есть тоже друзья крия встречаются с практикой. Я говорю, постоянно. То есть даже здесь, сейчас, йога – это образ жизни. Это путь, осознанный путь. Это путь по достижению высокой цели. Путь по соприкосновению с чистым, высшим разумом. Йога, она везде, она пропитывает каждую сферу жизни. И что, наверное, пожелать, да, что сказать на путь тем, кто сомневается, думает, не поймете, пока не попробуете. Можно долго об этом говорить, но один раз испытав это состояние, да, состояние спокойствия ума хотя бы для начала. Как говорится, мир уже не будет прежним, но изменения, они только к лучшему, безусловно. Крия – это путь, это, собственно, вся жизнь, это образ жизни. Это уровень понимания вещей, уровень осознанности. Это все, что нас окружает. Это ощущение процесса, это ощущение энергии. Крия дает возможность, скажем так, дает ключи к собственной жизни. Благодаря Крия можно стать режиссером этого фильма, а не актером. Когда человек начинает практиковать искренне и правильно выставляет приоритет в своей жизни, не цепляясь, но с глубоким пониманием, что есть ответственность, долг, дхарма, да, мужчины, и что деньги – это, в первую очередь, энергия. Творец как будто сам начинает помогать ему на его пути. Приходят нужные люди, в нужное время образуется синергия, приходят знания, приходит опыт, возможность появляется. Было бы желание. Наверное, да, чтобы все люди имели возможность быть счастливыми в рамках данного воплощения. Насколько это возможно. Потому что все мы хотим быть счастливыми, осознавать себя в этом. Да, и жить долго. Субтитры создавал DimaTorzok